Эрих Рудольф Йенш, «Контртип». Книга посвящена исследованиям автора в области социальной психологии, практической психологии, автор-профессионал в своем деле, но не повезло ему, что он написал книжку в Германии в 1938 году в условиях гитлеровского режима, и определенный отпечаток остался в его тексте. Мы с моим партнером, который обложку обеспечил, и, собственно, навел на эту книжку, мы договорились, что мы ни строчки не выбрасываем. Как есть, какой есть автор, такой есть. Если он что-то позитивное сказал о Германии тех времен, в 1938 год это было высочайшее достижение, полностью безработица ликвидирована была, в два раза увеличилась рождаемость, именно в два, не какие-то проценты, в два раза увеличилась рождаемость. Все было замечательно, и поэтому, когда Йенш пишет о том, что в Германии все хорошо и видит какие-то радужные перспективы, он в этом слабо разбирался, он все-таки был психологом, а не политологом, не политическим философом, но здесь достаточно философии, то есть человек написал фундаментальный труд, который спрятан был только потому, что Йенш написал именно в это время эту книгу. Он умер в 1940 году, то есть он ни за какие-то преступления не отвечает, никого там не мучил и так далее. Он был экспериментатор и теоретик. Эксперименты, да, с людьми не всегда здоровыми, но так же, как и психотерапевты, тоже проводят такие эксперименты. Его главная заслуга – это типология человеческих различий в психологии, от нормальных до болезненных форм. Этим занимались многие психологи, многие популярные книжки. Я был тоже в этой аудитории, об этой книге рассказывал и тоже говорил о том, что хорошо известна типология Юнга, все ее изучают, все ее знают, знают типологию Кречмера, но это все настолько уже стало простым и общедоступным, что даже не о чем говорить. А здесь, во-первых, даны и экспериментальные данные, и все доходит от нижнего уровня исследований до философских обобщений. И автор, не только психолог, но и философ, он отлично знаком был немецкой классической философии, и на этой базе у него, собственно, сложилась вся картина. И здесь он использовал такой метод научный, когда объект изучается со всех сторон, если кому-то нужно выявить этот объект, ему достаточно увидеть одну сторону. То есть по какому-то признаку, а, все, это характерный признак, значит, в целом, а объектом в данном случае является личность, человек, или социальный слой, в котором доминирует определенная личность, по какому-то характерному признаку мы можем сказать, каковы другие признаки, которые мы, может быть, не наблюдаем, или они скрыты почему-то, ну, например, скрывает та же самая пропаганда. Он, по сути дела, вскрыл, и он даже сказал об этом, что деструктивные типы, по сути дела, составляют большинство. Даже вот он хвалил гитлеровскую Германию, окружающую его со всех сторон, и действительно там успехи были значительные, но он сказал, что деструктивных типов гораздо больше даже в собственной гитлеровской партии, где все время себя прославляли. Эти типы, может быть, они не всегда проявлены, или их проявление подавляется системой воспитания, влияния, образования. Тем не менее, эти типы не исчезают. То есть, это можно представить себе, что если снимается какой-то прессин, то вот они и выплескиваются. Так называемый простой человек выходит на авансцену, и свои скрытые установки начинает реализовывать. Вот большевистская революция – это как раз и есть явление вот этого контртипа, когда вдруг неожиданно такие скромные крестьяне начали резать друг друга, почему зря родственников убивать, брат на брат и так далее. И в современности мы тоже видим нечто аналогичное, то, что я называю там зэд-патриотизм. Янш разделил две линии, то есть два типа, которые еще имеют подтипы по степени развития некоторых черт. Это тип интегративный, который интегрируется с реальностью. То есть он ее воспринимает, он к ней приспосабливается, он ее приспосабливает к себе, когда уже личность приобрела свой собственный характер, тогда человек начинает вполне открыто приспосабливать среду к себе. Но до этого он уже прошел систему воспитания этой средой. Имеется в виду не только окружающая среда, но и социальная среда, и семейная, и так далее. И есть тип, который я назвал деструктивный. Поначалу Янш просто сделал небольшое открытие, которое, когда я читал, переводил эту книгу, для меня тоже было очень своеобразным. Это такое явление синестезия называется. Синестетики – это люди, у которых одна сенсорная система воздействует на другую. То есть, например, вот один из примеров он приводит, когда у человека обостряется зрение, когда он слышит определенную мелодию. То есть, вот мелодия есть, у него зрение обостряется, он дальше видит текст, который ему предлагают. Мелодия выключается, и у него ухудшается зрение после этого. Ну и подобные, то есть, есть и цветовые такие моменты. Вот у синестетики, например, у них мир больше окрашен в холодные цвета, синие, фиолетовые. И когда они что-то начинают там, например, как художники творить, если вот все к синему идет, это явный признак такой синестетической аберрации. И это как бы предрасположенность. Это одна из черт, которая говорит о предрасположенности. А деструктивные черты появляются, во-первых, в основном в детском возрасте, это когда приспособление к окружающей среде идет без отождествления с ней, без интеграции. То есть, человек приспосабливается лукаво, то есть, он как бы делает вид, что он там со всеми соглашается, он готов там услужливо вести себя по отношению более сильным к учителям и так далее. Но человек не отождествляется с этой реальностью и свое место в ней не ищет, он обособляется от нее. Это и во взрослом возрасте тоже встречается, но чаще среди детей это еще пока не болезненное состояние. А когда человек переходит в следующую стадию, чаще встречающуюся у взрослых, то он отделяется от реальности окружающей, своей собственной реальностью, которая находится в контрах с тем, что его окружает. То есть, он об этом может не говорить, но он всегда будет противником той реальности, которая вокруг него. Противником людей, противником идей, противником всего. Вот он создал свой мир внутренний, и он не ощущает себя как бы частью окружающего мира, а противостоит ему и настаивает до последнего. Пример это либералы наших 90-х годов. Да хоть трава не расти, хоть, я не знаю, взорвись земля, мы правы во всем. И будем стоять на своем вот духе. Хоть пусть мир погибнет. И сейчас такие элементы тоже встречаются в том же самом зет-патриотизме. А есть еще следующая стадия, третья стадия, которую Янши сказал, что он не распознал, то есть он ощущал, что она есть. Но она как бы еще более востренное та же вот обособление, когда уже не признается за реальность тот мир, который окружает. То есть он должен быть уничтожен, потому что он и реален. Его как бы не существует, и те, кто верит в этот мир, тот, который на самом деле реален, те являются абсолютными врагами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова